я приветствую вас всех в не очень интеллектуальном клубе я хочу начать нашу сегодняшнюю встречу с цитаты человека странным образом тянет ко всему сверхъестественному и и необычайно легко обманывать себя самым честным образом ну мы с вами знаем это по всевозможным не знаю фильмам ужасов да вот эти вот сейчас квесты и вот эти комнаты откуда ты должен выбраться как-то так чтобы в общем нравится нравится людям но и одна из самых популярных передач на канале тнт называется битвы экстрасенсов там где третеразрядные актеры играют великих магов и миллионы людей это смотрит и на голубом глазу верят в это происходящее действие снимается это кстати на новой басманной в особняке этом к воде вот экскурсию когда показывал его ну снималась по крайней мере не знаю как сейчас я не очень внимательно слежу за этой программе скажу честно и меня очень часто упрекает в том что я не делаю не показывают древо романовых дело в том что но у меня нет ни сил ни возможности сделать это как-то красиво в компьютере вот если кто-то из зрителей сети вот будет смотреть и захочет сделать пожалуйста в ребяте велико вы можете сделать презентацию чтобы там все так красиво вылетала залетала вот у меня просто нет такой возможности все что я могу сделать это по своей классической классической экскурсионной практике разложить пассианс причем пассианс такой что в библиотеке не хватило магнитиков даже на малую долю малую долю древа романовых и так давайте мы с вами краткое содержание предыдущих серий значит вот здесь у нас николай 1 я не стал распечатывать и я не стал распечатывать его старшего сына непосредственно александра второго потому что он старший сын да более того я не стал распечатывать дочерей основных и великих нельзя и прочее иначе она бы не хватило этой доски значит наша первая лекция была посвящена вот этой девушке но здесь она девушка это мария николаевна это старшая дочь императора николая 1 для нее был построен мариинский дворец в городе петербурге сейчас заседает правительство города санкт-петербурга и я вам рассказывал про то что она была замужем причем дважды вот за герцогом лихтенбергским вот он умер в 36 лет по моему и потом за графом строгановым это был брак неофициальный он принес много несчастье маме непосредственно вдовствующей императрицы и это вот та самая проблема дома романовых когда они не могли жениться или выходить замуж за представителей не владительного дома так это так называлось да будь ты хоть князь хоть граф тем не менее тебе путь заказан ты должен быть представителем владительного дома и я рассказывал еще про их вот этого старшего сына николая лихтенбергского который мутил с одной барышней я ее не распечатал потому что и же мышь я не распечатал потому что у нее очень маленькая фотография надежда акинфевы ну акинфева она замужем было акинфева вообще она аненковы она аненкова по рождению и за ней ухлёстывал князь горчаков канцлер который был старше ее на 41 год а потом выяснилось что в соседнем крыле главного штаба с правой стороны напротив зимнего дворца там было министерство внутренних дел сейчас там импрессионисты висят и всякие там ван гоги и прочее а с левой стороны был департамент горных горный департамент не помню как он официально назывался где непосредственно работал папа николая лихтенбергского и ну и потом соответственно и сын по наследству и там им очень было удобно встречаться вот он соответственно с этой госпожей акинфевой встречался там был скандал целый потому что мария николаевна не хотела сама при этом заметьте вышла замуж за графа строганова но не хотела чтобы ее сын женился на акинфевой вот еще пожалуйста такая вот интересная подробность в общем это все разрулилась они уехали за границу там поженились что потом она потом спустя по-моему 11 лет их брак был признан некоторые следователи считают что и ванне каренины есть признаки вот этой тяжбы потому что в общем то весь великосвестский петербург следил за этими перипетиями это как бы была наша первая лекция но я вам не рассказывал еще про двух сыновей почему я акцентирую внимание на вот этой госпожу акинфевой анинковой потому что сегодня мы будем говорить про ее сестру тоже анинкову ее сестру которая уже имеет отношение к следующей даме вот к ней к александре иосифовне но пока мы не поговорим про александр иосиф но я могу сказать что было еще у них два сына вот этот вот был сегодня мы скорее всего не успеем про не говорить вот этот вот был насильно насильно женат на вот этой вот даме давайте я все поехала до милиция милиция черногорская у нее была сестра которую называли анастасия стана вот он был насильно женат на этой милиции черногорской это пока просто надо запомнить потому что сейчас мы переходим к следующему колену значит это великий князь константин николаевич это парфирородный сын николая первого то есть первая дочь николая первая мария николаевна дальше идет у нас константин николаевич парфирородный потому что он был рожден уже когда александр второй был извините николай первый конечно же николай первый был императором понятно потому что александр второй родился когда он еще был великим князем он был женат на героине нашего сегодняшнего рассказа великий княгиня александре иосифовне мы принципе немножко вкратце ее зацепили в прошлую лекцию когда я говорил непосредственно про константина николаевич александра иосифовна вот про нее группа бунием спела песни сами ну не принес конечно же да но тем не менее у нее было до кличка у них у всех были вот константина николаевича звали дядя коко а ее звали тетя санни тетя санни и вот у этой тети санни была фрейлина аненкова сестра вот этой вот акинфи вы родная сестра и вот они там друг друга магнетизировали вот об этом мы сегодня будем говорить значит за акинфиевой ухлёстывал николай ликтенбергский да ну так чтобы наглядно был а вот они родные сестры они родные сестры значит одна однако как я вот этот чудесный помните стишок меня пред ней и старость молодела это отсыла горчукову да и опыт стал учеником она вертела как хотела дикому дипломатическим клубком вот этот тютчев посвятил про тютчева тоже сегодня будем говорить потому что анна федоровна тютчева это будет основной как бы источник информации которые сегодня буду выдавать вот значит вот это как бы одна связка да и у них у них у них были дети но я распечатал вам только одного сына про которого рассказал в прошлый раз это николай константинович это человек который или якобы или не якобы украла бриллианты с иконой в мраморном дворце а потом значит заехал в ташкент и там стал просто вот самым лучшим человеком современного узбекистана да то есть его любят помнят и все такое значит мы меня очень часто обвиняют в том что я вот такую знаете вот грязь и помою и лью но мы будем говорить вот еще про одного сына вот про него константина книг константинович вот это как раз очень достойная личность мы посвятим ему его родственникам отдельный рассказ чтобы не не складывать впечатление что я знаете ли тем не менее в прошлый раз я рассказал про константин николаевича и и хорошие и плохие его стороны жизни ну как бы мне кажется вот так вот людей надо воспринимать николай константинович дальше у нас была лекция балерина николая посвященная николаю николаевичу старшему значит это еще один сын третий уже первый александр второй потом идет константин николаевич потом нет николай николаевич этот же с балериной кузнецовой опять-таки меня некоторые обвинили что я сказал что нет фотографии кузнецова конечно они есть но они просто так уже разрешение как у этой госпожи акинфиевой но я вот как бы скачал конечно фотографии его любовниц вот так вот она выглядела но вот это все что я вот я могу показать да вот это одна фотография вот это вторая фотография значит константин николаевич ушел от александры иосифовны попросив соблюдать приличие свою жену к валерине кузнецовой и там все было хорошо пять детей все как надо жили они на английском проспекте николай николаевич значит женился на александре петрова вне у них было двое слове александра петровна она потом значит стал очень религиозной дамой ну как тут не стать когда твой муж как бы начал мутить с балериной тоже числовый на этот раз катенька числовой об этом тоже посвящена была отдельная лекция вот тоже пять детей все хорошо в общем братья друг друга понимали константин николаевич николай николаевич как никто я думаю вот у них было два сына но я имею ввиду в законном браке до два сына значит пётр николаевич и николай николаевич значит чтобы различать его сына николай николаевич который был старший но при этом младший я прошу прощения да ну то есть он у него был старший сын но этот вот николай николаевич старший а это называли николай николаевич младше либо низи и николаша значит у нас низи коко сани Николаша. Ну, как бы, это не я их так назвал, это их имена внутри семьи. В письмах и воспоминаниях и все такое прочее. У них два старших сына. Вот этот вот старший сын как раз был женат на милиции. На милиции. Милиции Черногорской. А когда она вышла за него замуж, они на самом деле были они учились. Вот здесь, если что, стул. Мы же посадим сюда, мы кого-то ждем, нет? Если что, здесь один стул есть. Еще раз. Петр Николаевич был женат на милиции и когда она вышла замуж, то ее сестра стала Анастасия, ну ее так назвали уже у нас, они учились в Смольном институте. Она сказала, что а я вот так не хочу уезжать из Петербурга, да? Что логично. Потому что в ее столице 15 тысяч человек как бы, и она где-то там на куличиках значит, цитиньета Черногорская. И поэтому Александр Третий распорядился выдать ее за сына как раз Марии Николаевны, Георгия Лихтенбергского. Насильно. Он не хотел этого. Но чтобы она осталась просто, чтобы она осталась в семье. У них, естественно, не было счастья в браке, потому что насильно мил не будешь. И в итоге Георгий Лихтенбергский помахал ей ручкой и уехал в Париж. С научными исследованиями значит, местных кокоток. А она вся такая несчастная стала ездить к своей сестре, естественно, на дачу. А туда приезжал и брат. Ну, то есть, они сестры. И приезжает брат Николай Николаевич младший. Я уже рассказывал. У него тоже была трагедия. Он хотел жениться на Купчихе. Ему не дали. У нее было двое детей. Она была замужем. Тем не менее, все устроили. Мужи развели. Ну, точнее, их развели. Вот. И Александр Третий вроде дал добро. Но потом ему закатила головомойка у супруга императрица. И, в общем, вот. Трагедия. А тут, соответственно, вот. Она приезжает. Она читает ему стихи. Поет романс. Они гуляют лунную ночь. Бла-бла-бла. И, естественно, в общем, сердца в итоге соединились. Георгий Лихтенбергский был глубоко не против того, чтобы они поженились, как вы понимаете. Потому что там у них были. Они уже были на ножах со своей супругой. И таким образом, соответственно, два брата поженились на двух сестрах. И вот через этих сестер все самое светлое, хорошее и прекрасное проникало в наш двор. Распутин. Не только через них, еще через Николая Николаевича Младшего. Вот Филипп, про которого мы сегодня будем говорить. В общем, да. А церковь как? Нельзя, братья? Два брата на двух сестрах? Нельзя. По православной вере нельзя. Два родных брата на двух родных сестрах? Ты мне претензии выстрелила? Извините. Как обвенчали это? А мне в каком устали церковным это написано? Извините. Ну это серьезно. Нельзя родных братьев подбородят. Ну точно. Николай Второй... Конституцию, пожалуйста, в студии. Я на счет, даже не в курсе, скажу честно. Я не знаю. Там договаривались. Вот. Но у меня договаривались. Но извините меня, если обвенчали Марии Николаеву с графом Строгановым в домовой церкви Мариинского дворца, после чего священник уволился и жил в голову и счастлива, потому что вы только выкатили бабла, то я думаю, что пожениться, обвенчаться... Значит, проходите. Кто-нибудь один сюда. Вперед будете сидеть здесь на жердочке. А кто-нибудь вторая, да? Есть родливое одно место. А, вот еще там есть одно место. Значит, ну вы, извините, не успели к разбору. Пожел. Да, вот эта жердочка садитесь на нее. Вот. Вот так вот, да. Сейчас мы подвинем камеру. Это лишь малая талика, да? Того, что... Вот тут есть кресло вот там вот. Да? Ну чуть-чуть, чуть-чуть так в голове прояснилось. Так, еще раз. Мария Николаевна, старшая дочь Николая I, Мариинский дворец. Николай Константинович, да, морские все дела, сражения, бла-бла-бла. Защитник Петербурга, вот, балерина Кузнецова. Николай Николаевич старший балерина, че слово. А, Михаил Николаевич, ну про него пока вообще не будем. От него пошла, значит, ветвь Михайловича, которой мы посвятим отдельную лекцию, может быть, даже не одну. Дальше, Мария Николаевна Виктенбергский официальный, супруг, Строганов неофициальный, ну то есть официальный, но неофициальный. Вы хотите так понимаете, да? Значит, были еще дочери, ну вот, Николай Виктенбергский, который мутил с Касакинфилой, Георгий Вячеслав, а этот мутил с Зинаидой Скобелевой, которую у него потом отбил великий князь Алексей Александрович. Но это отдельная тема, Алексей Александрович туда уже не влез, и Зинаида Скобелева тоже не влезла. Вот, потом, соответственно, Александра Иосифовна, тетя Санни, у нее старший сын, пока что Николай Константинович, герой нашей прошлой лекции, Николай Николаевич старший Александра Петровна, два сына Николая, значит, Петр и Николай, и вот они, соответственно, женаты на двух сестров. Это пока малая-малая часть. Героиня нашей сегодняшней встречи, ну, она не прямая героиня, но мы начнем с нее вообще. Значит, вот Анна Федоровна Тютчева, она была Фрелиной при дворе сначала Николая Первого, потом Александра Второго. Значит, совершенно уникальная вообще женщина. Она была дочерью, ну, небезызвестного вам Тютчева, которой умом Россию не понять, и все такое, такого главного, ватного, я бы сказал, поэта 19 века. Он был цензором, да, то есть он решал, что печатать, что не печатать. Была очень смешная ситуация, когда у него был стих про то, что там смирись, господи, царь России, и стань как всеславянский царь, ну, в общем, про то, что мы должны взять Константинополь, все такое, и Николай мне первый сказал ему, что это нельзя такое печатать, и Тютчев, как цензор, сам себя запретил. Дело в том, что он очень долго был посланником при Баварском дворе, и она вообще выросла в городе Мюнхене, и у нее было два родных языка, это немецкий и французский, то есть она в учебе говорила по-немецки, а дом французский. И потом, когда у нее закончилась вот эта карьера дипломатическая, они вернулись в Россию, ну, и казалось бы, человек с такой биографией, он должен приехать и вот в таком, значит, навалинском порыве скрывать все пороки этой поганой царской России и так далее, и тому подобное. Ну, потому что она из просвещенной Европы, ну, это логично же, да, предположить. Случилось все как раз наоборот. Она стала одним из главных идеологов славянофильства. Она вышла замуж за Аксакова, это я забегаю уже вперед, и, в общем-то, проповедовала такие всякие идеи про всеславянское государство, что мы должны вообще отмеживаться от Европы, объединиться с нашими братушками-славянами, но тут она не очень была права, мы с вами сейчас знаем, какие они на братушке, и вот сделать такое вот, естественно, Константинополь должен быть наш обратно. Вот такое вот, что делает европейское образование с людьми иногда. И она, соответственно, когда приехала, ее все почему-то считали некрасивой. Ну, то есть, и она сама, вот тоже большая редкость, но она сама в своих воспоминаниях пишет, что я надеялась, что моих сестер возьмут фрейлины, потому что я была не очень красивой. Но взяли ее. Ну, действительно, на самом деле, при дворе не старались иногда не брать красивых фрейлин, потому что, ну, как вы понимаете, это понятно, к чему вело, да? То есть, если вы посмотрите на всяких фрейлин, а-ля там, не знаю, Анна Вырубова, вы посмотрите на ее фотографию, ну, это же, прости господи. Вот, но фрейлины зато. И вот я вожу иногда экскурсию, показываю знаменитую фотографию, они-то на крыльце Зимнего дворца, фрейлины, и вот смотришь на них и думаешь, боже, что ты мой, просто паноптикум какой-то. Но, вот поэтому их туда и брали, чтобы не было никаких фитючевых, на их фоне, на самом деле, просто, ну, не знаю, Меган Фокс, на самом деле. И она, значит, поступила фрейлины к супруге, будущей императрицы, Марии Александровне. Это была супруга Александра Второго, которую я не распечатывал, но тем не менее. И она была великой княгиней, а потом случилось так, что Николай Первый умер, и Александр Второй стал царем, а Мария Александровна стала императрицей. И Тючева, вдруг, сама того не желая, она вот оказалась, в общем-то, в гу... Ну, она и до этого была в гуще событий, а тут она прямо вообще вот right in the middle, да, как говорили у нас в Киевской Руси. и она вот тогда уже у нее начали вот эти ее, особенно на фоне Крымской войны, которую она очень жестко писала, да, очень круто вскрыла все вот эти пороки наши. Она начала вот эту всю историю с какими-то советами, да, то есть она начала уже какую-то политическую такую деятельность вести, около политическую. Это не понравилось при дворе, и ее сначала очень тактично отослали, доверили воспитание двух царских детей, об одном из которых Сергею Александровичу я буду рассказывать в будущем. Ну, а потом она вышла замуж, и... А когда Фрейлина выходит замуж, то тут уже просто официально досвидос. Они уехали в Москву, Москва была такой оппозиционной Петербургу, вот я об этом буду рассказывать завтра в Петербурге на лекции Петербург-Москва, концептуальное противостояние, вот, Петербург был такой, естественно, более прозападный, а Москва была такая славянофильская. Ей не нравилось, кстати, слово славянофилы, она называла, что так называют движения только глупые люди, и оно действительно не очень точное, но мы сейчас не будем в это вдаваться. И вот там она развернула тоже активную деятельность, более того, ее... После Берлинского конгресса ее муж приезжал, толкнул речь, за которую их вообще выслали к себе в деревню, вот, была себе мечта, она соединилась с природой, и вот. И она оставила совершенно потрясающие воспоминания, прочитать которые я рекомендую всем. Это дневник Анны Федоровны Тютчевой, это совершенно потрясающая книга. Стиль, слог, а самое главное, такие очень меткие и при этом довольно тактичные характеристики, которые она дает всем тем, кто был при дворе и кто этот двор окружал. Такая вот судьба у нее. И начнем мы вот с чего. Значит, начнем мы с описания, ну, то есть, героиня нашего сегодняшнего рассказа, давайте я выведу на экраны наших телевизоров, Александра Иосифовна. Она была дочерью, значит, Саксон-Альтенбургского и принцессы Вертенбургской. Не знаю, зачем вам эта информация, но я во всякий случай скажу. Я уверен, вы ее запомните и она вам в жизни очень сильно пригодится где-нибудь лет через пять под Вологдой, уверен. Соответственно, он приехал, Константин, великий князь Константин, он приехал на свабе своей дочери, сестры, Ольге, тут было еще две, Мария, Ольга и Александра. Александра умерла, к сожалению, а вот Мария и Ольга, они, значит, жили долго, ну, не очень счастливо, но жил долго. Вот, он приехал на свадьбу и там встретил, как раз увидел вот это вот будущую Александру Иосифовну. Влюбился в нее страстно, написал, она или никто, и, в общем-то, все было предрешено. Она приехала в Петербург, все поразились, ну, она действительно была очень красивая, голубоглазая, у нее такой был с ржеватым отливом волосы, ну, вот, просто, действительно краса. Николай Первый ее оценил, он, как бы, вообще очень оценивал всех красивых женщин вокруг себя. И они поженились у них, пошли дети, в общем-то, все хорошо. И вот как описывает Анна Федоровна Тютчева непосредственно во время балета я была представлена великой княгиней Александре Иосифовне, молодой жене великого князя Константина. Она очень красивая и напоминает портреты Марии Стюарт, а она была прямым потомком Марии Стюарт, так, на секундочку. Портит ее голос гортанный, хриплый, ну, не знаю, мне кажется, это наоборот должно как-то, когда уже красивая женщина еще гортанный голос, это такой немножко секси, да, и... Хотя, конечно, на вкус и цвет. Кроме того, она плохо говорит по-французски, ну, Тютчева говорил по-французски идеально. И манера ее недостаточно изыскана для того положения, которое она занимает. Ну, вот такая характеристика, на самом деле, не... ну, средняя, да, то есть действительно очень красивая женщина, но отмечали, что она не очень, вот, как бы, красота, немножечко забрала ум у нее, чуть-чуть, буквально, самую малость. И вот дальше она начинает описывать, что случалось в жизни Александра Иосифа. Например, когда умер Николай I, это был, конечно, страшный удар для всех, потому что Николай I, кстати, вот есть такое выражение, Дон Кихот, самодержавие, очень точное, как мне кажется, это как раз характеристика Анны Федоровны Тютчевой. Это она его так назвала. И вот идут панихиды возле гроба Николая I. Сегодня много говорили о разных предзнаменованиях, которые предшествовали смерти Александра. Императора. Господи, все у меня, глаза в кучу. Великая княгиня Александра Иосифовна клянется, что последние, для... в последние дни пребывания в Гатчине, однажды проходя с Борятинским через арсенал, она видела, как перед ней предстал белый призрак. Я вам хочу сказать, что это все рассказывалось на полном серьезе. Ну, то есть, это не как анекдот там, да, в бане за водкой. Нет, это вот они встречались и реально друг другу вот такое рассказывали. То есть, она шла, и явился призрак. За несколько дней перед смертью императора это видение повторилось уже здесь. Но вот факт более поразительный, более достоверный. В последние дни жизни императора большая черная птица, встречающаяся только в Финляндии, где она считается предместницей зла, каждое утро прилетала и садилась на телеграфный аппарат. В общем, она прилетала, ее пытались отогнать, но она не отгоняла. То есть, в общем-то, на самом деле, вот люди придавали очень серьезное значение подобным вещам. Или вот, например, один юродивый в Москве сказал графу Закрезскому, это тогда был губернатор Москвы, он потом переехал в Питер, что на пятой неделе будет великое венчание, а на языке этих людей значит погребение. Ну и дальше начинается тема нашей сегодняшней уже интернет-передачи. В городе ходят очень скверные сплетни по поводу великого князя Константина, великой княгини и маленькой Анненковой. Значит, под маленькой Анненковой подразумевается как раз-таки Фрейлина, которая была приставлена к Александре Иосифовне. Я опять-таки не нашел ее фотографию, но может быть дотошные зрители найдут. То есть, она как раз была сестрой вот этой вот другой Анненковой женой Николая Лектенбергского, да, Акинфевой в замужестве. По-видимому, магнетические сеансы имели очень дурные последствия. То есть, уже идет речь про какие-то магнетические сеансы. Я не стану повторять того, что говорят, но я могу себе представить, что говорят на роде, Может быть, это все неправда, может быть, тут есть привлечение. Со временем узнаю правду и все станет ясно. Великая княгиня Мария Николаевна говорит, что самый счастливый исход – это признание великой княгини Александры Иосифовной, сошедшей с ума под влиянием злоупотребления магнетизмом. То есть, это уже пишет Тютчева прямым текстом. Дальше. Вот уже шесть месяцев, как она магнетизирует эту девочку день и ночь, эту Анненкову. Говорят, что императрица проявила большую энергию в этом деле. то есть, они пытались это как-то предотвратить. Ну, дальше она пускается в некие пространные соображения по поводу того, что это все из-за упадка нравов. То есть, представьте себе такую картину. Значит, супруга великого князя Константин Николаевича, который заведует морским ведомством, парфирородной, все такое, значит, шесть месяцев сидят они с этой Анненковой и магнетизируют друг друга. То есть, это не анекдот, это абсолютно как бы вот реалии жизни. причем, я подмагнетизируют, я имею в виду, они не магнитики на холодильник навешивают, а они пытаются друг друга гипнотизировать. Да, то есть, вот как бы как Кашпировский этого чумака. Да, да. Едем дальше. Дальше она рассказывает вообще совершенно просто убийственную историю, которую, если бы мне вот рассказал, ну, я не знаю, если бы я увидел это на канале РЕН-ТВ, я бы сказал, ну, да, конечно, собственно, так оно и есть, но это как бы в мемуарах Анны Федоровны Тютчевой. Девушки, в общем-то, абсолютно серьезные, ответственные, честные на самом деле и все такое прочее. Значит, дело в том, что во время нервных припадков у мадемуазель Анненкова, мадемуазель Анненкова магнетизировала лига княгини Александра Иосифовна. То есть, у нее были нервные припадки, она ее таким образом пыталась излечить. То есть, я не знаю, как это происходило, что она там делала, да, но тем не менее. Имейте в виду, что вот можно так поступать. Анненкова впадала в состояние сомнобулизма, во время которого ей бывали откровения из сверхчувственного мира. Да-да, у нас в прошлый раз был чувственный нос, да, у как бы великого князя Николая, а сладострастный, да, сладострастный нос, а здесь у нас откровения из сверхчувственного мира. Она видела сонмы небесных сил, впадала в экстаз, вступала в сношение с духами. Надо сказать, что да, она действительно вступала в сношение, но, увы, не с духами. Да, более того, она от этих сношений не совсем с духами заимела определенные последствия. И она потом призналась, что я беременна от духа. Ее смотрел врач, сказал, да, действительно, беременна, но, увы, не от духа, а от вполне земного создания. Но, тем не менее, она, значит, она это рассказывала, она это рассказывала Александре Иосифовне и всем остальным, что она там, значит, вступала в сношение с духами. Ну, возможно, на самом деле, в данном случае, по словам сношения, Анна Федорова Тютчева имеет в виду не половые сношения, а некие другого рода сношения. Но то, что она потом забеременела от духа, это правда, она так говорила. Ей являлась Мария Антуанетта, да, это жена Людовика XVI, которая открыла ей, что она вовсе не то лицо, за которое себя считает. Не дочь своего отца, но дочь герцога Гангулемского и одной датской принцессы, правнучка Карла X, это вот один из королей французских, и внучатая племянница Людовика XVI и Марии Антуанетты. Доказательство, чему она найдет на образе, находящемся у ее так называемого отца, который сам нам было описало. Так называемый отец это ее родной отец. Но сам нам было сказано, что так называемый отец. Действительно, отец приносит некий образ, сказал, да, вы знаете, вот у меня есть некий образ, и он покрыт розовой тафтой, а под тафтой на доске оказалась надпись «Этот образ принадлежит Марии Бурбон». То есть, дело в том, что папочка у них, они жили в Москве изначально, вообще они из Москвы, в районе Арбата они обитали, и он, в общем-то, все свое состояние спустил в какой-то момент, и почему, собственно, вот ее сестра Анненкова стала Акинфевой, потому что она вышла замуж за 15 лет его помещика. Акинфева очень богатая, так она поправила как-то состояние. Вот. И он поддержал эту историю, он приносит вот этот образ. Анненков был очень удивлен, ему ничего не было известно, а надпись ей он дополнил роман, сочиненный его дочерью следующими данными. Его собственный отец, то есть у него, соответственно, тоже был отец, ну не духовный, а физический, да, был женат на молодой девушке, усыновленной семейством Прозоровских, это именно была принцесса Матильда Датская. Он имел от нее сына, теперешнего господина Анненкова, и умер. То есть у него был отец, он был женат на датской принцессе, вот у них родился этот сын, этот вот, непосредственно, Анненков, и после этого его отец умер, осталась только его мать. Вдова, то есть его мать, поселилась за границей, и время от времени она возвращалась в Россию, но всегда ненадолго. Жизнь ее за границей была окутана таинственностью, так что ее сын не знал даже ни места, ни времени ее смерти. Вероятно, за границей эта госпожа Анненкова, она же принцесса Датская, вышла замуж за сына герцога Ангулемского, это прямой родственник непосредственно французских королей, жившего в Астрии под именем графа Рейхенбаха, и от него имел дочь Марии Анненкову Самнабулу. Остается непонятным, каким образом эта девочка с рождения своего учатилась в доме своего брата, который считал ее своей дочерью, и как таковой воспитывал до того момента, как откровения Марии Антуанетты взвестили высокое предсказание этой молодой девушки. Это еще полбеды. Как выкрутился папа в этой ситуации? То есть, да, вот у него дочь, которая на самом деле его сестра. Да, то есть... У господина Анненкова была дочь, родившаяся такой хилой, что доктора тут же объявили, что она не может жить. На другой день после этого в Колыбиле нашли толстенького и здорового ребенка, которого накануне оставили тщедушным и умирающим. Няня ребенка была в услужении госпожи Анненковой матери, и перед смертью она покаялась господину Анненкову, что совершила по отношению к нему великий грех, который, однако, она отказалась точнее объяснить. Таким образом, настоящая дочь господина Анненкова была подменена сестрой его, дочерью его матери от второго брака с сыном герцога Гангуленского. Дюма отдыхает. Просто. Понимаете? То есть, вот это все на полном серьезе рассказывается, да? На полном серьезе, я хочу подчеркнуть это. Она рассказывает это все Александре Иосифу. И Александра Иосиф на этом верит. Она в это свято верит, она понимает, что перед ней, значит, вот действительно потомок Марии Антуанетты. В эту нелепую сказку, значит, ну, естественно, с целью утянуть деньги и другие выводы, выгоды от императской семьи, в эту нелепую сказку благовейно уверила великая княгиня Александра Иосифовна, которая так много и так часто повторяла свои магнетические опыты, что кончила тем, что с ней сделался выкидыш. И она чуть не сошла с ума. Дальше эту госпожу Анненкову высадили за границей. Ну, чтобы она там немножко подлечилась вообще. Представили к ней некую даму, госпожу Берг, первую камер-фрау великой княгини, которая казалась уравновешенной и рассудительной женщиной. С тех пор императрица получала от Анненковой письмо. За письмом эти письма были написаны ее в состоянии сомнобулизма от имени Марии Антуанетты. То есть приходит письмо императрице от госпожи Анненковой, но нет, от Марии Антуанетты, которая, вот она впадает в состояние сомнобулизма и начинает писать письмо, которое требовало, чтобы Анненкова была признана принцессой Бурбонской. Естественную. И ей были обеспечены почести и положения, присущие ее званию. Она писала и государю. Государь, возвращаясь из Николаева, заехал к ней в Курск, где она находилась в то время перед отъездом за границу. Он напомнил ей обещание показать Марии Антуанетту. И она показала, знаете как, она села перед ним вот так вот, закрыла глаза и сказала, это я. Нет. Ну, нет, может быть, это шизофрения, но... может быть, шизофрения, но потом, несмотря на то, что она была шизофрения, она очень удачно потом уже в эпоху Александра Третьего пыталась тянуть деньги с царского двора. Хорошо. Пишет Анна Федоровна Тючева, однако, это государя не убедила. Да, почему-то он как Станиславский, да, не верю. Вот. Да. В последний раз, когда она писала государю и государине, она грозила им, что в качестве Марии Антуанетты явится в их дворовой церкви, что она будет, видимо, только им и их духовнику, что она будет в белом платье, зеленым шарфом, признаком вдов. Но когда государя и государине ответили ей, что они будут очень рады получить такое убедительное доказательство, она ответила им, что предоставляет их неверию и перестала им писать. Потом она явилась к Наполеону Третьему, тоже сказала, что она потомок Марии Антуанетты. Тот, ну, немножко удивился, как бы, потому что у него была другая информация вообще о потомках Марии Антуанетты и вообще о судьбе самой Марии Антуанетты. Он сказал, что Наполеон Третий, что это, несомненно, не сумасшествие, кстати, вот комментирую ваши слова, хотя очень похоже на сумасшествие. Эта ложь так часто повторялась той, которая ее сочинила, что она стала для нее реальностью. Дальше. Очень комично, что госпожа Бер, которая была к ней представлена, вот эта вроде здравая дама, позволила убедить себя сам Наболе, что муж ее умер и надел по ним трау, и она надела по нему трау. Как не волнуется бедный муж, узнавший здесь об этом, как он не пишет ей письмо за письмом, чтобы убедить ее в своем существовании, госпожа Берг все продолжает считать его умершим, оплакивает его и носит по нему траур. В дальнейшем, в 1884 году она пыталась шантажировать свою сестру, вот я показывал Акинфеву, которая была замужем за герцогом Лихтенбергским, чтобы тоже вытянуть с нее деньги. И она, когда поняла, что не получается, в 1885 году она вернулась в Россию, и более того, она встречалась с Александром Третьим, который сказал, что да, я верю в вашу невиновность, но на этом все закончилось. Ничего стянуть с него она не смогла. Ну и, в общем, уже как раз в 1886 году я об этом только что говорил, она обратилась к Пепдоносову с новой просьбой о поручительстве для получения взаймы 180 тысяч рублей. Тут это отдельная история, мы будем подробнее говорить в следующей лекции, когда я буду рассказывать этот долгий роман Александра Второго и книги Екатерины Долгорукой, они все считали вот царскую казну неким своим домашним счетом банковским, с которого можно тянуть, причем не важно, пусть это суда, пусть процентная, главное, чтобы дали. Дальше уже не приходили к ним судебные приставы и не отбирали у них потом ничего. это вот так сказать первая часть, чтобы вы прониклись. Все воспоминания Ханны Федоровны Тютчевой описаны. Дальше идет следующий пассаж. Приезд юма столовращателя. Да. Сеанс в Большом Дворце, я сейчас скажу, покажу, что это был за юм столовращатель. Сеанс в Большом Дворце присутствует 12 лиц. Значит, кто присутствовал при сеансе юма столовращателя? Давайте я сразу вам его покажу, потому что мне очень часто люди пишут, чтобы я поставил программу удобную для показа картинок. Я этим людям хочу сказать, что это все библиотечные ноутбуки. Вот что здесь стоит, то я и показываю. Тем я и показываю. Вот он. Да. Ну, как вы понимаете, по его одеянию он есуф коза. Нет, 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 он реально шотландец. У него фамилия пишется как HOME. H-O-M-E. При этом произносится она по-разному. тетя пишет он Юм, значит Хьюм, Хьюм, Хоум разные встречал транскрипции его фамилии в разных воспоминаниях. Ну, поскольку он шотландец, там все немножечко по-разному все произносится. Если бы он был, так сказать, больше англичанин, там бы все было понятно, он был бы Хоум. Приезд этого Юма. Значит, он приехал и, соответственно, устроил сеанс столоверчения. Кто присутствовал на этом сеансе? Хочу я вам зачитать из воспоминаний Анны Федоровны Тютчевой. Император, императрица, императрица матери, великого князя Константина, наследнего принца Бертенбергского, графа Шувалова, графа Адлерберга, Алексея Толстого, Алексея Бобринского, Александра Долгорука и меня. Ну, то есть, вот, весь, так сказать, как говорили уже чуть-чуть левее Киевской Руси. Всех нас рассадили вокруг круглого стола с руками на столе. Ну, то есть, вот, можете себе представить, император, императрица, они садятся под руководством вот этого прекрасного человека, кладут руки на стол. Колдун сидел между императрицей и великим князем Константином. Вскоре в различных углах комнаты раздались стуки, производимые духами. Начались вопросы, отвечали стуки, соответствующие буквам алфавита. Между тем, духи действовали вяло. Они объявили, что слишком много народа, что это парализует, и нужно исключить Алексея Бобринского и меня. Впоследствии они полюбили Бобринского, но против меня навсегда сохранили зуб. Нас удалили в соседнюю комнату, откуда, впрочем, мы очень хорошо слышали все, что происходило. Стол поднялся на высоту полуаршина над полом. Императрица мать почувствовала, как какая-то рука коснулась валанов ее платья. Схватила ее за руку и сняла с нее обращальное кольцо. Затем эта рука хватала, трясла, щипала всех присутствующих, я чувствую себя задорновым каким-то, понимаете, присутствующих, кроме императрицы, которую она систематически обходила. Из рук государя она взяла колокольчик, принесла его по воздуху, передала принцу Вюртембергскому. Все это вызвало крики испуга, страх удивления. Я не сомневаюсь в том, что сами черти игриво забавляются тут. Должна сказать, что вид Юма во время сеанса произвел на меня более сильное впечатление, чем все остальное. В обычное время лицо Юма довольно незначительное, мелкие, женственные, неопределенные черты, вид почти глупый, ничего не привлекающегося внимания, кроме большой воложавости. Но во время сеанса какой-то внутренний огонь как будто излучается от него сквозь смертельную бледность, покрывавшую его черты. В общем, вот такая история. Между тем, Юма и его духи имели такой огромный успех, что сеанс был повторен на другой день у великого князя Константина Стрельни. Кроме того, состоялось еще много сеансов, которыми страстно увлекался государь. Но сейчас дворец Стрельни это некая вотчина Путина, где проводятся всякие официальные мероприятия и прочее. Вот когда-то там вот столы вертелись. Дальше, ну, чтобы просто немножко тему продлить и потом расскажу про Юма. Со времени возвращения двора в царское село все здесь очень занято вертящимися и пишущими столами. С ними производится может и опытов даже на вечерах у императрицы. Адъютант Кушелев очень увлечен этим занятием, он видит в нем новое откровение Святого Духа. Факт тот, что столы вертятся и что они пишут утверждают даже, что они отвечают на мысленно поставленные им вопросы. Не подлежит, однако, сомнению, что получаемые ответы неопределенные и банальные, как будто духи, прибегающие к этому странному способу общения с людьми, боятся скомпрометировать себя, сказав что-нибудь такое, что вышло бы за пределы самого банального общего места. То есть, некая цензура у духов была. То есть, как бы, понимаете, да? Столы, предназначенные к тому, чтобы служить средством общения с духом, вот, кстати, описание столов, имеют доски, величина не больше дна тарелки сердцевиной формы с сердцевидной формой, то есть, такие маленькие такие вот сердечки, которые стоят на трех ножках. То есть, маленький, на самом деле, стол, из которых одна с нам жена карандашом. Эта игрушка неизбежно поддается малейшему нажиму со стороны руки, ну, то есть, она очень легко двигается, этот стол. Отсюда один шаг до невинного обмана, который невольно создается в уме влеченного магнетизера. Так вот, значит, действительно, этот Юм, Хьюм, Хоум, Хьюм и так далее, он действительно заезжал в Россию. Он родился в Шотландии, как мы понимаем. У него, ну, надо сказать честно, ну, есть люди с какими-то сверхспособностями, да, никто этого не отрицает. Возможно, кто-то может двигать столы, безусловно. Возможно, кто-то может, я не знаю, там, что-нибудь еще делать. Например, левитировать. Да, как этот Хьюм, но об этом я сейчас скажу позже. Он родился в Шотландии, у него мама была такая, судя по всему, экстрасенша. Он уже тогда, в детстве, например, он предсказал гибель своего брата. Ну, не было тогда еще мобильных телефонов и всего остального. Он сказал, что вот мой брат умер. И действительно, спустя несколько месяцев пришло известие, что он утонул в море. Потом он перебрался в Штаты вместе со своей теткой и там вот у него открылись вот эти вот некие способности. Да, вот он мог двигать столы, он мог, значит, поднимать столы. А самое главное, он, помимо всего прочего, он еще умел делать вот, ну вот, прекрасное. Тут это со стока, извините, фотография, да? Вот, видите, это хоум хьюма и вот стол тут скачет. Да? Вот это он же, видите, такой красивый. Но он еще мог делать не только это, он мог делать, где же, где же, он мог делать вот так. Вот. Он мог летать. Да. Левитировать. Проблема в том, что вот во многих воспоминаниях, ну то есть это все пытались проанализировать, и даже ученые того времени всякие опыты ставили над ним и вместе с ними. Был, например, такой случай, то есть это все, вот видите, некий представитель там газеты и который созерцает, как он летает. Был еще один потрясающий эпизод, вот этот вот, когда он вылетел из одного окна, а влетел в другое окно. И вот он здесь, мы видели его фигуру, которая вышла из одного window в другое. Ну, в общем, line horizontal или in the air, да, то есть горизонтально он вот так вот переместился. Вот такими вещами он занимался. Есть еще, вот, это он же, это все, это все иллюстрации из газет и журналов того времени, преимущественно американских, которые, как мы знаем, никогда не врут. Вопрос. Да. Император, императрица, все глубоко верующие, православные. Очень хороший вопрос. По выходным ходили в цель. Иногда не только по выходным. А в днях, это же с нечистью общение на самом деле. Как они вообще очень, очень хороший своевременный вопрос. Не знаю. Ну, то есть, как бы, вы меня так спрашиваете, будто я вот устраивал психоаналитические сеансы. ко мне приходил Александр Второй, ложился на кушетку и говорил, вы знаете, Павел, в детстве вот меня трогали за определенные места и теперь я хожу, значит, кручу столы. Ну, вот так вот, понимаешь, была мода. Была... сие покрыто тайной мрака. Мраком тайны. Да в третьем отделении, понимаете, понимаете ли, в чем дело, но вот, что могло сделать третье отделение, когда император, как бы, кладет руки на стол? Ну, то есть, мы будем говорить об этом вот, в случае с Александром вторым, которому приходил Гурко и говорил, ваше императорское величество, можно я у вас дворец проверю? Есть сведения, что у вас тут, мягко говоря, завелись, тут не только мыши. А он говорит, нет, не надо проверять, у меня все хорошо. А почему? Потому что у нее там Катенька долгорукая уже живет. Он не хотел, чтобы туда совались со своими обысками полицейские. То есть, ну, когда сам император этим занимается, что может сделать его подопечный? Это вечная вот была их проблема, да? И вот очень хорошее замечание по поводу того, что действительно истинно православные, а они были истинно верующие, это было не показно, это там не сейчас со свечки стоять на Пасхе, да? Потому что Путин вот рядом стоит и я должен. Они действительно были истинно верующие и не коммунистами, впрочем, как бы добрая там половина нынешних этих всех ударившихся в религию. Это и хорошо, если это произошло искренне, я только буду рад, но что-то мне подсказывает, что это очередной как бы политический кульбит. И вот такое вот, понимаете, я вам прочитал отрывки из воспоминаний, которым я, ну, не всем воспоминаниям можно доверять, еще раз хочу сказать, но вот Тютчева она зарекомендовала себя действительно и по мнению многих исследователей, как, ну, довольно надежный источник информации. И вот она вот это, об этом писала не только она, я почему ее цитирую, потому что ей хотя бы можно доверять, но об этом писали многие, да, и вот такое происходит. Так вот, возвращаюсь. Я не буду, понимаете, вот последний... Вот последнее, что я хочу делать, это судить этих людей, на самом деле. то есть, да, нам не понять логику людей 19 века, на самом деле, потому что мы все равно живем в контексте другого времени. Мы, ну, грубо говоря, понимаете, в чем дело? Вот это, меня опять-таки за это ругают и прочее, но нет Голливуда, нет фильмов ужасов, нет вот... Пишите, я святую. Нет, но я имею в виду, что у людей, вот с чего я начал, с чего я начал нашу лекцию, с цитаты в Тютчевой, что людям, им априори хочется чего-то таинственного. Да, да, понимаете, нету выхода, выхода нету. Они живут, они живут в золотой клетке, под стеклянным колпаком, они рабы совершенно идиотского этикета, они не могут влево-вправо сделать шаг лишний, они не могут жениться, как хотят, выйти замуж, как хотят, они не могут, соответственно, проводить время, как они на самом деле хотели бы, они не могут ходить в те места, куда, возможно, они бы сходили бы, потому что это не подразумевает, возможности это не подразумевается, людям их ранга. И поэтому им нужно было вот это как-то, ну, да, сублимация какая-то должна была быть. И вот они сублимировались таким образом. То есть, конечно, мы сейчас с вами можем сказать, ах, какие они придурки, идиоты и так далее, но на самом деле это все абсолютно логично. Когда у человека есть определенные потребности, да, то вот он ищет им выход. Абсолютно ничем. Мы на самом деле абсолютно, просто у нас вот реально, вот смотришь же действительно иногда вот в интернете там вот эти вот всякие вот эти телепередачи, и, ну, как бы, а их смотрят разные люди, их смотрят как бы как большие крупные бизнесмены и прочее. Точно так же, как профессора, там, не знаю, консерватории слушают группу Ленинград, потому что, ну, она им нравится, и это нормально, как бы, не все же баха, как бы, и прочее. Другой вопрос, что в стране-то тогда происходило, если император вертел столами, позволял себе тратить время? Ну, не устраивали, не знаю. Слава Богу, император не только столами вертел, да? Император не только столами вертел, да? Там много что вертелось, вот Акинфио вертело дипломатическим клубком, Александр Второй вертел столами, ну, Александр Второй, конечно, был не самый заядлый поклонник спиритизма, но были вот, вот, например, вот тетя Санни. Тетя Санни, она, при этом, опять-таки, тетя Санни, при этом, ну, надо сказать, она занималась благотворительностью очень мощно, она основала несколько, ну, по-современному говоря, детских домов, да, на тот момент, то есть, несмотря на то, что она была, сиди открою, да, но тем не менее, она, как бы, вот, хорошие дела-то тоже дело, я не хочу сказать, что, то есть, я, опять-таки, не хочу сказать, что, вот, они все были исключительно такого рода ребятами, но, к сожалению, вот этот вот момент, он для нас сейчас, конечно, выглядит дикий, потому что, были бы они, ну, простыми какими-то гражданами, да, ради бога, вертите вы столы хоть 24 часа в сутки, никто вам слова не скажет, но они, как бы, являлись теми, кто, либо сам принимал решения о судьбах России, либо имел непосредственно отношение к этому, и вот, вот здесь начинается проблема, проблема начинается вот здесь, и то, что к ним с такой, и то, что к ним с такой, с такой легкостью вообще заходили вот все вот эти вот шарлатаны, это говорит о многом, потому что вот этот вот Хьюм, он был не последним, то есть он вот заехал, он погостролировал, он женился сначала на русской, потом еще раз на русской, потому что первая русская умерла, да, более того, в одной книжке написано, что он даже принял православие, вот, то есть он так, ну, знаете, это как вот многие люди, которые почувствовали золотую жилу, и сказали, опс, тут можно как бы, да, тут можно окопаться, тут можно как бы, примерно и очень хорошо себя почувствовать. Нет, это было не только в России, я вам хочу сказать, вы знаете такого Конан Дойля, вам знаете, какая у него последняя самая такая нашумевшая книжка? История спириутализма, и в ней есть девятая глава, которая целиком и полностью посвящена вот этому господину Хьюму. Он там всех разоблачал? Нет, нет, он никого не разоблачал, он наоборот, он говорил, что все, все так оно и есть, вот, кстати, даже свидетельство того, как один профессор тоже пытался, значит, поместил в клетку аккордеон, и Юм на нем играл, не касаясь, на этом аккордеоне. Ну, то есть, я не знаю, что это было, или это был массовый психоз, или это что, или он действительно, какие-то все-таки у него были способности, да, но я не исключаю такого варианта, что у человека что-то могло быть подобное, да, но то, что он там из одного окна в другое перелетал, ну, извините. Это сейчас бывает. А. После праздника. Да, 31 мая. Ну, это же 1 мая. Есть еще одно, есть еще одно свидетельство, вот про этого Юма, значит, у нас был такой поэт, замечательный, Полонский, вот есть книжка про этого Полонского, где непосредственно тоже про этого Юма сказано. В начале марта 1858 года Рим облетела новость. На гастроли Вечный город прибыл известный магнетизер Испирит Даниэль Юм, разъезжающий по всей Европе и покоряющий воображение. Граф Кушелев-Безбородка непременно захотел заполучить мага Испирита в гости. Тут ведь еще сказывается, что вот стремление нашей знать вот ко всему вот этому вот такому, что ничему-нибудь такому интересненькому, да, то есть вот, Европа ни при чем. Был бы он там из Нижнепердюйска, точно так же был бы привлечен. Имеется в виду все самое интересное, понимаете? Да, Даниэль Юм вспоминал однажды после полудня, но в общем тут он вспоминает, как он познакомился с этим Кушелем, как он к нему попал, но дальше я просто хочу зачитать. Был он молодой мужчины, довольно худым и ржеватым, по его носу и щекам разбегались веснушки. Руки чародея отливали неестественно для мужчины белизной и были сплошь в кольцах и перстнях. Спиритические сеансы проводились в полутьме при лунном свете. Скептиков Юм на сеансы не допускал. Присутствующие на сеансе становились посреди комнаты вокруг стола, всегда играющего главную роль. Руки соединялись с цепью, стол начинал вертеться, потом подниматься вершков на восемь от пола и тихо опускаться. Когда же луна пряталась в облака, Юм поднимался на воздух. Полонский, тоже присутствовавший на спиритических сеансах, удивлялся легковерию изысканной публики, считавшей Юма едва ли не божеством. Спирит Полонскому сразу не понравился. Он охарактеризовал его так. Мелочно самолюбивый, приторный, по-моему, далеко не умный человек, хоть и способен морочить. Вот, еще одно свидетельство. То есть магнитная индукция работала? Немножечко, немножечко. А дальше мы... Тетя Санни, она же прожила потом долгую жизнь, она еще в 20 веке, и она была, на самом деле, авторитетом для всей семьи, потому что, ну, у нее была трагедия не одна, да? То есть, во-первых, когда случилась эта кража из мраморного дворца, она же верила, что эта икона, она... Эта икона, которая бы условил ее брак, что она охраняет ее дом. И действительно, Константин Николаевич свалил к балерине. После этого, и, в общем, а потом, когда его разбил паралич, или у него рука и нога отнялась, он вернулся к ней, и она его вот выхаживала до самой смерти. Вот. Вот такая вот судьба у нее не самая счастливая, да? Ну, вот по молодости занималась такими делами. Дальше... Вы живы еще? Да? Хорошо. Просто у нас уже, как бы... Дальше тогда немножко вкратце. Я вам хочу показать, в принципе, вот, например, вот такое вот. Ребус. Обратите внимание, еженедельный загадочный журнал, хочу сказать. Загадочный журнал. Ребус, да. Ну, нота Ре, Бе и Уз. Это модно, молодежно, креативно, да? Значит, я держал в публичной библиотеке этот журнал-газету в руках. А это газета, которая издавалась господином Прибытковым. Вот он на самом деле. Вот. Военный человек, обратите внимание, жил в доме на Невском. Сейчас этот дом выглядит совершенно иначе. Вот здесь, в этом доме он жил. И тут издавалась эта газета Ребус. Значит, в ней помещались отчеты со спиритических сеансов. Это было, да, такое, это было более жестко, потому что в РЕН-ТВ все-таки есть редакторы, они как-то упаковывают весь этот бред в какую-то удовольствую форму, которую сливают потом в уши и в глаза. А там вот реально, вот ты читаешь просто какой-то поток сознания. То есть вот. Был проведен такой сеанс, я реально читал это. Я просто сначала думал, ну, то есть я когда брал эту газету, думал, ну, что-то там переписать, показать, потом понял, что переписывать нечего, потому что я точно так же вам сейчас могу вот это все изобразить, да, абсолютно, потому что вот любые слова берете, там, в любую последовательность помещаете, и вот вам отчет со спиритического сеанса. Ctrl-C, Ctrl-V. Да, Ctrl-C, Ctrl-V. Купи-пастик. Но я вам хочу сказать, что у спиритизма были свои поклонники, вот, например, процессор, процессор, господи. Профессор Вагнер, затем Александр Бутлеров тоже был. Достоевский очень круто прошелся по спиритизму в одном своем дневнике писателя. Он писал, что рассказывает мне, что в одном доме, значит, стулья начали скакать, и молодые люди занимаются столоверчением, отчего же раньше-то стулья не скакали, а все просто ходили и получали награды на своих должностях. То есть он просто присутствовал на спиритическом сеансе и почему-то не поверил. Ну, нет, он не к юму ходил, спиритические сеансы были разные. В принципе, мы вас, я не хочу сразу, так сказать, ну, то есть интригу разрушать, но мы в конце устроим. Мы возьмемся за руки, вот у нас тут есть круглый стол, и не один, и мы так немножечко повертим, повертим столы. Вызовем, кстати, дух Александры Иосифовны, или хотите, дух юма вызовем, который на самом деле тоже в штатах он когда жил, они договорились с одним мальчиком, что когда кто-нибудь из них умрет, то передаст, попробует связаться с того света. И действительно, он потом переехал в другое место и увидел этого мальчика, он в такое свечение, тот три раза помахал рукой и выяснилось, что этот мальчик действительно там от дифтерии или от чего-то там умер. Ну и потом у него еще было масса таких историй, естественно, подобных, как все на белом свете. Это к чему этот рассказ? Рассказ этот к тому был, ну, кстати, вот это «Сестры Фокс» про родители вообще спиритизма в штатах, да, вот они там стали тоже какие-то стуки услышали у себя дома и, значит, выяснили, что это с ними спирит дух общается. Тогда просто миститизм был на подъеме на большом везде в мире. А, сейчас нет. Мне просто тогда еще было, вот наложилось, понимаешь, тогда наложилось еще Оскар Уайл, Катгор Ко и вот эти вот драки. Да, миститизм всегда был на подъеме, просто не всегда он имел такой выход, такую форму он в такую форму не облекался. Это все вопрос просто, мне кажется, рекламой маркетинга. Ну, то есть, как бы, нашлись люди, которые поняли, как это монетизировать. Вот и все. Потому что миститизм был и в средние века. Ух, так что. Ух. В средние века бабы на метлах летали, я хочу открыть страшную тайну. И я уж оставлю за кадром всякие подробности сексуального характера, что они там делали, после того, как с этих метел слезали. Да, особенно красивые, красивые преимущественно женщины этим занимались. Был еще один медиум, еще один медиум, уже более поздний, которого многие считали вообще, ну, вот, воплощением Иисуса Христа. Вы вот, представьте себе, как может выглядеть воплощение, ну, то есть, Иисус Христос, вернувшийся к нам в мир. Как он может выглядеть? Я хочу вам показать, вот так. Как он доказывал, то, что хотя бы Иисус Христос, доказательства. Нет. Да, прошу, любите жаловать месье Филипп. Месье Филипп, который француз, ну, или кто он фиг его знает, но во Франции он, у него фамилия Назье на самом деле, то же самое, ну, история, как правило, стандартная, начались видения, он что-то там видел, что-то предсказывал, приехал в город Леон, и там, соответственно, он открыл школу магнетизма, я же говорю, главное монетизировать историю, открыл школу магнетизма, почему-то французские власти его постоянно преследовали, штрафовали, прессовали, не давали права получить медицинский диплом, не знаю уж, почему так случилось, хотя вот ему в Сен-Ценате дали потом доктора медицины и еще, и забегая вперед в Россию он тоже получил, в общем, это доктор Филипп, вот он, там еще был такой, тоже еще один товарищ по фамилии Папюс, Папюс, это французские просто, Папюс, французские фамилии, как они с ним познакомились, он тоже был такой, глава, ну, то есть, одним из представителей течения мартинистов, я сейчас не буду углубляться, короче, одно из религиозных течений, то время, как этот Папюс собирался совершить очередной магический ритуал у себя дома и вступить в магический круг с магическим мечом, мимо шел этот Филипп, увидел открытую дверь, зашел туда, увидел этот ритуал и сказал, не входите в этот круг, вы умрете, и вот действительно, иначе бы он умер, ну, так пишут, так пишут, и вот они, соответственно, познакомились, его стали ближайшими друзьями, соратниками и так далее, в общем, короче, в один из прекрасных дней, я вот не знаю, мы тут думаем, просто я собрал уже две группы в Париже, вот что-то так, аппетит, как это, ля пяти в я о манжа, как говорят французы, да, аппетит приходит во время еды, возможно, в марте попробуем вообще сделать тур по Франции, и заедем в город Лион, там есть такая гора, фурвьер, и на ней, соответственно, церковь, и вот в этой церкви происходила служба, и священник сказал, что вот не надо уж прям так вот безотчетно верить во все библейские чудеса, на что подошел к нему Филипп, и поправил, что надо, священник стал спорить, он сказал, если это так, то пусть сейчас разродится гром и ударит молния, на что Филипп сказал, оп, сяськи-масяськи, ахалай-махалай, и ударил гром, разорвалась молния, и все это увидела делегация из России, среди которых... Среди которых был герой еще одного нашего рассказа в будущем, великий князь Владимир Александрович, один из сыновей непосредственно уже Александра Второго, брат Александра Третьего, у него чудесно есть дворец на Дворцовой набережной, ну, это отдельная история, он был президентом Академии наук, все такое прочее, и вот он этого Филиппа увидел и притащил его, значит, в Россию, ну, как бы не его непосредственно он притащил, притащил о нем весть, благая весть, а вот уже потом, потом, великий князь Николай Николаевич младший, человек, как мы знаем, умнейший и уравновешеннейший, да, он этого Филиппа не повел уже царскую семью, представил Николая Второму, императрица Александра Федоровна, он пришелся ко двору очень неплохо, он предсказал о рождении наследника, ну, сначала вообще сказал, что вот она прямо сейчас родит, она даже поверила, но потом, если уж у нее там, как это называется по-русски, ну, в общем, роды, которые не роды, ну, то есть, ну, ложно-беременность, такой научный термин, долго думали, мнимая-мнимая беременность, ну, тут про все мнимое вообще у нас идет рассказ, в общем, он очень хорошо пришелся ко двору, он общался с этими сестерами черногорскими, там все нормально, столы крутятся, значит, тарелки вертятся, и я просто, я не хочу сейчас подробно, на этом останавливаться, потому что основную часть я вам рассказал, мы об этом поговорим более подробно, когда мы будем говорить, то есть, по времени сдвинемся к тому этапу, я просто хочу вам показать один документ, этот документ, это письмо Александра Федоровны, у меня есть скрин, нормальные люди по-русски писем не писали, то есть, раньше писались они все по-французски, да, Александра Федоровна писала своему супругу вставку письма по-английски, вот это письмо, датируемое вот из царского села, она пишет в декабре, 4 декабря 1916 года, my very precious one, она пишет, да, и вот, что я хотел бы подчеркнуть в этом письме, вспомни, что даже мистер Филипп сказал, что никто не может осмелиться дать конституцию, мистер Филипп ей сказала, и она, в общем, поверила, действительно, но если Филипп говорит, ну как же не поверить, потому что это уничтожит Россию, и все настоящие русские так думают, а, кстати, вот еще один пасаж замечательный, да, вот еще, это другое, другое письмо, значит, так говорит Филипп, и Григорий точно так же говорит, да, а где же у меня про имидж-то сейчас, вспомни, что Филипп, вспомни слова Филиппа, когда он дал мне, вот здесь написано, the image with the bell, значит, что это был the image, мы можем только догадываться, возможно, это была икона, там он действительно подарил икону с колокольчиками, которые звенели при приближении, да, людей с дурными намерениями, то есть он ей подарил такой вот the image with the bell, и она об этом пишет своему супругу, то есть на дворе 1916 год, плавают пароходы, да, летают аэропланы, Циолковский, все такое, локомотивы двигаются по железным дорогам, супруга человека, который владеет одной шестой частью суши планеты Земля, пишет письмо ему на фронт, в котором упоминает про the image with the bell, да, про некую икону с колокольчиками, помни об этом, и вот когда мы начинаем задумываться, в чем истинная причина революции, я вам хочу сказать, что она не в большевиках, она не в японских, немецких, еще каких разведках, она вот здесь, она в the image with the bell, вот это письмо, его надо распечатать, всем в России, и послать госпоже Поклонской, понимаете, потому что это, это не придумано, это ее, ее письмо, ну вы просто задумайтесь об этом, как оно происходит, ну можно было, но понимаете, они действительно, они очень искренне, Николай, каким бы он ни был, был отличным семьянином, он искренне любил свою жену, он ей, судя по всему, реально не изменял, он был прекрасным отцом, бла-бла-бла, но, как говорится, хороший человек не профессия, а жена его наставляет, указаниями мистера Филиппа, мистера Филиппа-то, на самом деле, он же заехал, и даже сам Николай Второй, ну, во-первых, Петр Николаевич приезжал во Францию, к президенту и спрашивал, а можно Филиппу дать дипломчик, медицинский, и тот как бы в полном вообще ауте сказал, ну для этого как бы надо бы экзамены сдать, ну так принято, то есть приезжает к тебе как бы, в общем-то представитель дома Романовых и просит, так ему в итоге дали в России диплом, ему дали в России диплом, он вернулся потом во Францию, и у него заболела дочь, она умерла, его просили ее исцелить, но он сказал, что вот Бог так мне приказал, чтобы ее не исцелять, да, то есть исцелял не всех, поэтому она умерла, и после этого он уже сам скончался, и вот он оставил свой след, определенный тоже и у нас, у нас вот Распутин, 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 вот как бы Иисус Христос, да, вот, понимаете, его искренне некоторые считали, значит, вот, реинкарнацией Иисуса Христа, нет, он умер сам, он умер сам, ему не помогли, Дело в том, что не все в России были дебилы, вот была, у них у всех была одна проблемка, одна небольшая проблемка, не все в России были дебилы, и не все, как бы, верили в the image, в the bell, ну, может быть, даже они бы и поверили, если бы это, ну, хотя бы, ну, какой-то священнослужитель наш принес бы и сказал, вот тебе образок, он тебя охранит, да, ладно, но когда тебе приезжает некий магнетизер, и вот это вот, и, соответственно, у него тут были просто проблемы, и ему пришлось уехать отсюда, хотя, вот очень интересная деталь, не знаю, знаешь, или нет, Папюс, Папюс, он, значит, оказал большое влияние на Блаватскую, да, ну, Блаватская, Амадам Блаватская оказала влияние на Листа, Алист, как мы немецкий был тоже, спиритуалист и мистик, это по существу, начало, технических, мистических вещей, связанных с этим, Рейком, Гитлер читал Листа, Алист читал Блаватскую, Блаватская читала Папюс. Совпадение, не думаю. Блаватская это отдельная история, дело в том, что есть сейчас, в наше время, есть музей Блаватской, по-моему, на Украине, если не ошибаюсь, есть замечательный документальный фильм в интернете, я его как-то посмотрел, это, нельзя матом ругаться, это просто, что ты, то есть там такие восторженные женщины, рассказывают про учения госпожи Блаватской, про вот это вот неверие, вот этих вот, неверующих, да, и ты вот, как бы, это происходит сейчас, кстати, на секундочку, вот мы там, знаете, вот они такие сякие, вы вокруг обернитесь, вы вспомните наши девяностые, весь этот разгул тоталитарных сект, баночку ставили, да, и при этом, это никуда не делать, вот у меня был выпуск, я приехал на Брайтон-Бич, и я увидел, что это совок девяностых, да, вот первое, что я там услышал, что мне камеру разобьют, если я не куплю у них пасхальный кулич у этой бабы, ну у меня, ну у меня есть, у меня есть же выпуск на канале, да, есть выпуск на канале об этом, я ее не заметил, я просто увидел Кашпировского, афишу Кашпировского, я естественно достал камеру и начал это тут же снимать, а она решила, что она вот тут ся, она решила, что я ее снимаю, и она вот с этим вот чисто русским хэканьем, потому что они там все оттуда, а нам я сказала, что вот если что не надо тут снимать, а то я вам камеру разобью, это первое, что я услышал от бывшей соотечественницы, сейчас, слава богу, они нам не соотечественники, да, и мы никогда не будем брать, и все такое прочее, вот, но там вот я от нее вот это слышал, что я говорю, а ничего, что как бы я тут вот просто стою, и так далее, он исцелял людей, он предсказывал события, он много чего делал, я не знаю, делал он это или не делал, но реально, как бы, вот есть свидетельства, что, например, когда он получал диплом, я не знаю, правда это или нет, он пришел в Россию, он пришел в больницу, и сказал так, вот этот, этот и этот, они больны, вот этим, этим и этим, и сейчас они выздоровеют, и типа они выздоровели, освободите место для реально больных, пожалуйста, потому что они пацаны, да, 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 знаете, когда снимают все эти шоу Малахова и прочее, они такие, ну вы просто не видите, но там вот эти все стенки, они все из такой тряпичной материи сделаны, и там, когда сидят эти главные герои, там с той стороны стоят тетки, и они им шепчут, Александра, а сейчас идите к Василию, и скажите ему, тря-ля-ля, вот, и вот Александра, ну потому что, первый раз на телевидении, всех мандраж, как бы все такие, вот, они их как бы подначивают, вот друзья мои, значит, это то, что я вам сегодня хотел рассказать, и, как вы понимаете, степень прекрасного все увеличивается, и увеличивается с каждой нашей лекцией, меня опять-таки могут обвинить в том, что я пытаюсь кого-то в чем-то порочить, я ничего вам не придумал, я вам просто процитировал несколько источников, которые, ну как мне кажется, ну, то есть, как бы вот, я, я, вот, это письмо не писал, понимаете, это не я, ну, это публикация, я не знаю, может, написал, но это просто есть официальное собрание ее писем, с переводом, да, с переводом, да, оригиналы, и потом перевод. Нет, ничего странного в этом нету, ее считали немецкой шпионкой, все офицеры, поэтому специально не писала по-немецки, ну, во время войны с Германией она будет писать по-немецки, не, вы знаете, известно, нет, они, нет, дело еще не в этом, нет, опять-таки, это просто не совсем, не совсем знание контекста, дело в том, что тогда была англомания в моде, это раз, ну, на боков, Володенька, там, перчатки, бокс, этот, бриджи, бабочка, это все такое прочее, и потом, есть известная надпись, нацарапанная ей в Эрмитаже, Ники смотрит на гусар, она звучит как Ники из Лукин от гусарс, то есть она написана на английском языке, то есть они общались на английском языке спокойно, потому что они очень часто были, она вообще чья родственница, на секундочку, да, и где она, где она воспитывалась и росла, да, поэтому она, то, что они общались на английском, это абсолютно нормально, они все знали по нескольку языков, и владели ими как родным, она по-русски-то как раз хуже говорила, чем по-английски, Друзья мои, в следующий раз мы встречаемся здесь же, в 14 о'клок, в субботу, и мы поговорим уже про такую не очень веселую историю, про как раз вот этот роман Александра Второго и княгини Юрьевской, потому что если вы посмотрите, есть такая серия «Пленницы судьбы», опять-таки, ну вот эта история про то, как, не знаю, ее, наверное, могу смотреть я, и еще, наверное, три человека, потому что там под такие скрипки такие заунывные, и вот там вот рассказывается, что она туда-сюда, и думаешь, блин, вот, поэтому я вот рассказываю вам вот так вот, не всем моя манера нравится, да, я знаю, что у меня достаточно бульгарный стиль, ну не нравится, не слушайте, не смотрите, никто не заставляет, но вот если мы посмотрим вот эти фильмы, да, то у нас представится такая волшебная картина, картина, Катенька Долгорукая, бла-бла-бла, а я потом расскажу вам, что случилось с Катенькой Долгорукой после, когда она уехала в Европу, и как она подсасывала баблишко с царской казны, которую она считала, в общем-то, своим доменом, да, это будет в следующий раз, в следующую субботу, мы встречаемся здесь же, в два часа, а эту лекцию когда-нибудь смонтирую и вам покажу, спасибо, вот теперь, кстати, можете не для синхронизации, а, что? Спасибо, да, да, вопросы, Были попытки противодействия всей тематической чуши мединые, то есть не силовые, как с Распутиным, а вот довольно публикации там, к сожалению, вообще, вообще вот это, вот ваш вопрос, он настолько, блин, большой, глубокий, что я на него сейчас не отвечу, я же в принципе, я же все изучаю, как журналист, ну то есть, и мне вот очень интересуют вот эти все медийные войны, и прочее, и прочее, дело в том, что, что нет, то есть, понимаете, бабло побеждает зло, да, ну то есть, всегда люди стараются сделать деньги на том, что продается, а тогда спиритизм продавался, это был тренд, и поэтому, конечно, были, ну, то же самое Достоевский, он писал, были определенные разоблачения и прочее, но, вот, вот, чтобы там они стали единым фронтом, ударим по мракобесию, нет, такого не было, да, это пришло попозже, но, опять-таки, хочу сказать, что тут уже в другую сторону качнули, понимаете, да, ну, я не считаю правильным сносить все церкви, я не считаю правильным, раз срели священников, уж извините, фанаты большевизма, я, у меня дед коммунист, но, тем не менее, я так не считаю, да, сама церковь относилась к этому сугубо отрицательно, естественно, но не стоит забывать, что в то время не было, а, кого? Патриарха, не было патриарха, понимаете, и, соответственно, главой церкви был тот, кто назначался императором, и контролировался императором, поэтому, конечно, церковь могла, но церкви могли сказать, что, ну, хорошо, но мы... Покращу. Да, 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 ЗП не получите в следующем месяце. В кассу... Отключим газ. Отключим газ, да. Ну, я, конечно, утрирую это все грубо, но, тем не менее, ну, примерно так. Толстой, по-моему, писал что-то против. Толстой писал против. Ну, кстати, на самом деле, у Толстого свои были завороты, ну, не в эту сторону, но в другую месте, в туалетическую сторону. Да, да, там у всех на той или иной почве крыша ехала, как бы, и это было, естественно, точно так же, как она есть сейчас у нас, у всех. Это мы тут сидим такие здравые, а через 200 лет люди посмотрят, думают, господи, что за скопище баранов вообще? Что они вообще думали? Как они могли вообще так мыслить, это смотреть и такое вообще производить? Да, там, сто лет назад народ, там, не знаю, строил новую страну, прошло сто лет, люди стоят в очереди с айфонами. Ну, как бы, ну, это я так опустился на уровень диалектики, конечно, ниже плинтуса, но, тем не менее. Так, ну, ладно, ребята, спасибо, значит, а, давайте сделаем коллективный фор. Следующая лекция в Москве будет не та, которую я говорю на этой встрече, та уже прошла, и более того, даже записана, и когда-нибудь будет выложена на канале. Следующая лекция будет посвящена нашей русской проституции, нашей русской классике. Это тот аспект, о котором говорить не принято на самом деле, но о котором писали даже мэтры нашей литературы. Вот, собственно, об этом, о положении женщин вообще в 19 веке, и о том, какое влияние это все имело в обществе, мы поговорим в субботу, в 14.00, в Москве, в библиотеке имени Толстого, на Кутузовском, в 24, в воскресенье, в 16.00, в Сургутбаре, на Гончарной, в 23. Все ссылки на встречи есть в описании под этим выпуском. Также, если у вас есть желание меня отблагодарить финансово за мои лекции, то вы можете переслать какое-нибудь количество денег на те реквизиты, которые точно так же указаны вот там, в описании под выпуском. Также хочу напомнить, что идет набор экскурсионной группы в Париж, которая заедет туда в конце марта 26 числа. Если вам это интересно, то напишите, пожалуйста, мне либо письмо на адрес электронной почты, который точно так же вы найдете вот там, либо просто в личку ВКонтакте мне стукните, и я вам вышлю всю интересующую вас информацию. На этом все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующий раз и оффлайн, на каких-то мероприятиях, которые я провожу, и онлайн здесь на канале. Оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы, пишите письма. Пока!